Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Всем привет! С вами, как всегда, мы, ЛДС, и мы снова готовим вам подкаст Вопрос-Ответ. Ну и первый вопрос, Элкин, к тебе, я думаю, поздоровайся сначала, наверное. Всем привет! Пятый выпуск, давай, начинай уже. Давай! Итак, почему удалили героев? Неужели Близзы тебя достали-таки? Да, друзья, Близзы начали масштабную чистку на Ютубе, и все, кто записал альфа-версии, получили страйки на свой канал. Да, и Элкин оказался не исключением в этом нещадном правиле, и его тоже, к сожалению, покарали, а в целом, страйком. Да, и из-за этого страйка теперь я не могу делать стримы, и поэтому все, кто хотят смотреть стримы, подписывайтесь на канал Элкин Лайф. Он где-то здесь, где-то ссылочку ищите. Ищите ссылочку, и только теперь туда будут идти стримы и записи стримов. На основном канале будет только прохождение, обзор и, как обычно. Не, ну чисто в теории записи ты можешь, в принципе, выкладывать и на этот канал. Нет, я переливать не буду. Ты ленивая. Да. В общем, все, кто заинтересован в стримах, подписывайтесь, и все, там будет, как обычно. Вот, тогда к тебе, собственно, следующий вопрос. Эл, ты будешь еще снимать Варкрафт? А что именно там снимать-то? Мы просто как бы компанию прошли, все успокоились, все были довольны и рады. Нет, не буду. Окей. Дес, будешь ли ты проходить фир какую-то часть Project, и нравится ли тебе обновление StarCraft 2? Ммм, да, я буду проходить фир, тем более, что не так давно я даже возобновил все это дело, и думаю, что как только появится сейчас свободное время, я начну ее проходить. Насчет обновления StarCraft 2, да, если вы имеете в виду про то, что теперь люди могут спокойно играть без полной версии, если про это обновление имеется в виду, то да, вполне довольны. Легче людей на стрим стало приглашать. Да, теперь к тебе. Эл, ты знаешь игру Mass Effect? Конечно знаю. Если да, то как тебе концовка в Mass Effect 3? Ну там их, как я помню, очень много было, и там можно было выбирать каждую свою концовку, но я признаюсь, что я ее не проходил, я просто поиграл и все. В общем, я отвечу за него, на самом деле, если брать три каноничных концовки, то говно полное, потому что проспыли рютаки, кому не интересно, можете дальше не слушать. Нет, серьезно, правда, концовки отличаются только одним, и это цветом. Вот и все. Нет, это печально, правда печально. Ладно, Эл, Эд, как ваше настроение, точнее, ну можно так даже сказать, да, ладно, и так же, как ваши настоящие имена, если не секрет. Сто раз уже отвечали на то и тот вопрос. Пусть дезертир, если захочет, он ответит, за меня и за себя. Я повторяться просто мне уже надоело, ей-богу. Посмотри прошлые выпуски подкаста. Да, смотрите либо прошлые выпуски подкаста, либо еще проще, у нас есть группы ВКонтакте, в которой оба мы указаны, как администраторы, и там все это написано. Да, либо сейчас кто-нибудь из наших преданных подписчиков напишет, вам скажет, да, да, да. Если что, спросил человек с ником Ассасин на канале у Элкина, пожалуйста, отвечайте там. Да. Следующий будет тебе необыкновенный вопрос, где слышал ли ты о марке телефона Моторола? А, да, да, даже слышал о таких, как и Samsung телефонах, и о Sony Ericsson, и о Nokia, и еще какие-то были там очень такие угрюмые названия. В общем, да, многих слышал. А зачем тебе это спросили на твоем канале? Ты вроде никакой обзор не делал по поводу телефона. Ну, мало ли. Ну, может, я где-то что-то сказал такое, может, я где-то случайно обозрел что-то. Окей, ладно, неважно. Вот, ну, тут тебя просят запилить стрим, но это не вопрос, это скорее предложение. Дальше вопрос. ЛДС, будете ли вы проходить Science Roll 4, если да, то в кооперативе или поодиночке, и будете ли кого-нибудь брать в кооператив, если будете поодиночке? Если поодиночке в кооператив. Все, я собрался с мыслями. Если мне кто предоставит лицензию Science Roll, насколько я знаю, она у тебя есть, да? Да. Или аккаунт, чтобы погонять с дезертиром, я с удовольствием пройду самому же. Я, естественно, вот как раз искал, кого бы и с кем бы, так что да, в принципе, если Элкину дадите аккаунт, мы с ним пройдем вообще без проблем. Так что, надеюсь, только в комментариях никто не напишет, вот мой аккаунт и пароль. Да, ребят, пишите ни в коем случае в комментах, если вы действительно хотите дать человека, там, Элкину, погонять в Science Roll, то напишите ему в личку. Да, и мы там уже пройдем. Следующий вопрос, Эл, когда будет Hearthstone? Точнее, Hearthstone. Hearthstone, не знаю, а Hearthstone я уже записал пару выпусков, Магом и Паладинов, и, скорее всего, они выйдут в ближайшее время, точнее, даже, может быть, одновременно с этим подкастом. Ну, тогда еще один, на всякий случай, Эл. А почему у вас с дезертиром нет турниров, когда вы начнете их снимать? Когда у нас кто-нибудь захочет пожертвовать нам какую-нибудь энную сумму, чтобы мы ее разыграли, мы с удовольствием сделаем. Пока же мы сами не знаем, что давать в качестве призов. Ладно, и есть, конечно, второй вариант без жертв, так сказать. Это вы можете просто придумать сами, что для вас будет действительно ценным призом, да, то есть, и мы в таком случае сможем разыграть. Вам это будет реально интересно. А еще была идея, вот кто ее хочет поддержать, это открыть единый счет, и кому сколько не жалко скинуть, скидывать туда деньги, и потом эти же деньги мы будем разыгрывать. Ну да, я, по-моему, уже давно говорю о том, что он у нас вроде как даже есть, и я его просто скинул у себя на канале, я не знаю, почему, правда, ты не скидывал. Счет на Яндекс.Деньги можно сделать, можно на WebMoney, кому как удобно. Кстати, вот, собственно, под данным подкастом напишите, если вас эта тема интересует, пожалуйста, без проблем сделаем. А вот. Окей, тогда к тебе вопрос. Давай. Он уже повторялся, но там есть кое-что новенькое. Играл ли ты в Mass Effects? Если да, то какая концовка из трех частей тебе понравилась? И будет ли почему-то я делать уроки по Старкрафту? На твоем канале был вопрос. Окей. Ну, собственно, ответ я уже дал, и по мне изменение цвета не столь интересно, как концовка в принципе. Поэтому нет, мне никакая из них не нравится. Насколько я помню, там, по-моему, вышло еще дополнение, в котором была действительно более-менее нормальная концовка, но я не считаю это уже за конечную версию по причине того, что лоханулись, значит, лоханулись. Вот. А по поводу уроков, ну, если обращение к Эллу, то он сам ответит. Я могу сказать, что могу сделать только по торговому ряду уроки. Это да. А по самому Старкрафту, как играть, это вот, пожалуйста, к Элкину, к Нику или к прочнисту. Да. Не, я бы лучше, если бы делал обзоры, намного лучше было бы. Там бы, как бы, и обучение было, и обзор твоего мнения. Поскольку у тебя опыт уже богат в торговых рядах, то у тебя есть с чем сравнивать. Ну, да. Не? Ну, не, у меня планируется, но просто сейчас времени нету, к сожалению, загружен на работе, о чем ни на одном уже стриме говорил, поэтому, как, вот так. Окей. Следующий тебе вопрос. Элтару Тасадар, Дес, какие игры ты будешь проходить в будущем? Ну, вот, буквально, буквально на днях выйдет новая игра, которую я буду проходить. Почему решил сейчас немножко отбросить остальные проекты? Ну, потому что мне с ней не надо особо заморачиваться, я буду вам ее просто записывать, и все. То есть, там, не переводить, ничего не надо, ничего делать не надо. То есть, и запишу ее быстренько, по возможности, всю, и дальше выложу. Вот, увидите, скоро будет, буквально на днях. Окей, ждемся. Надеюсь, понравится. Давайте я сразу тоже череду вопросов. Первый вопрос. Почему вы не будете с Дезом снимать Скайблок? А что такое Скайблок? Я так и знал, что так смотришь. Но, если помнишь, есть такая игра Майнкрафта, а Скайблок это одна из карт в этом Майнкрафте. Но мы же завязались. Ну, вот и ответ как. Следующий вопрос. Эл, почему стримы в записи не выкладываешь? Иногда не успеваю на сам стрим, а посмотреть хотелось бы. Ну, еще раз повторяю. Когда YouTube записывает корректно стрим, тогда я его выкладываю. Если же он его режет или просто не записывает, или какие-нибудь там глюки, тормоза, его просто нет. А на жесткий диск я стрим не сохраняю. По некоторым причинам. В общем, по странным, непонятным причинам, в отличие от меня, у Элкина YouTube режет видео. У меня, правда, такого чуть ни разу не бывало. Я не знаю, почему. Не, он у меня режет, когда у меня дисконнект. Вот и все. Ага. А у меня почему-то нормально сохранять. Ну, когда будешь стримить, у тебя будет сигнал хорошо, иди возьми, переруби Wi-Fi кабель. А, ну... Спасибо, что топорик можно продолжить. Да, и потом заново склей его, и потом посмотри, как у тебя YouTube все это дело запишет. Ну да. Ладно. Эл, как зовут второго кота? Боня его зовут, у него даже есть на канале. Видео, где в самых титрах написано «Боня против лапы». То есть, нельзя назвать лапу Бонни. Это же очевидно, что это. Что два персонажа здесь участвуют. А вот, Эл, пройди, пожалуйста, коротенькую игру Люциус. Интересно посмотреть, как ты ее пройдешь. Ну, это скорее предложение, а не вопрос. Коротенько я тебе расскажу, что это за игра. Это игра про мальчика, который... Ну, скажем так, которым заинтересовался... ФБР? Нет, все намного хуже и прозаичнее дьявол. И он, собственно, решает, чтобы малыш убивал всех и вся вокруг и давал кровь дьяволу. Это, случайно, не страшилка? Да нет, там ты и есть малыш. Это как понять? Это ты и есть малыш? Это прощение? Ну, ты играешь за малыша, и все, что ты делаешь, ты делаешь сам. Ну, то есть, если там кого-то убиваешь, то это делаешь ты. Ну, то есть, ты должен догадаться, что тебе нужно сделать так, чтобы человек умер, но при этом умер, как будто это случайность. Ну, то есть, подстроить мир человека. Ну, интересная игра, в принципе, но не знаю. Меня это уже заинтересовало. Я как-то на половине что-то там уже интерес потерял. Но в целом, не, интересно сделано. То есть, там очень специфические загадки, например, чтобы там убить человека, нужно сбросить вен, например, в воду, когда он моется. Или, например, подстроить так, чтобы человек подошел именно под нужную сосульку и сбросить, в общем, ему в голову ее. Ну, то есть, такие специфические задачки. Это, случайно, не НТВ-производитель? Нет. Ладно, следующий вопрос. Эл, сделаешь обзор своих котов? К сожалению, другой-то кот живет в Голландии, а этот далеко от него, так что их не получится свести. Просто я сейчас, извини, перебью, скажу очень странную вещь, но вот мне когда слово обзор слышу, мне такое ощущение, что надо взять, вскрыть, посмотреть, подошли к коту. Смотрите, как странно звучит. Но он уже распакованный продукт, это не надо воспринимать, что обзор, значит, надо что-то вскрывать. Можно же обзор делать на использованный продукт. Ну, в крайнем случае, можно, там, наиспользовать руку кота тоже, если поднять хвост, чуть-чуть вывалиться. Это же твои фантазии. Ладно. Л и Диас. Не, погоди, там еще не закончено. Будут ли еще уроки поиска А2? Какие бы еще бы уроки? Ну, во-первых, уроки, они ко мне в голову приходят, когда у меня что-то хорошо получается, и я думаю, что, допустим, та или иная тактика, она легка в применении. Но вот в данный момент я не знаю, какую такую тактику показать. И поскольку там Дэвид Ким очень часто курит цветеную траву, он каждый раз баланс меняет, и некоторые уроки, они просто выходят наперекосяк. Поэтому, если будет что-нибудь, или кто-нибудь подскажет мне какой-нибудь урок, я его с удовольствием запишу. А пока нет, нет у меня сценария развития. Да. Да. Следующий вопрос к нам и тебе. Эл и Диас, где вы живете, и почему вы сами не играете в турнирах по Старкрафту? Тебе вопрос, отвечай. Ну, живу я в Москве, и Элкин, насколько я знаю, он сам ответит. Ну? Ну ты ответь, где ты живешь. Не скажу. Вот ты как? Ладно. Вот, в общем, ну раньше Элкин жил в Голландии, я так отвечу. Да, я там тоже живу душой и сердцем сейчас. Да, потому что хороший город, еще от плохого, по-моему сказать, не могу? Ладно, не важно, не об этом суть. Какой там второй вопрос был? Почему мы в турнирах по Старкрафту? А, не играем, да-да-да-да-да. Ну, собственно, турниры мы создаем как бы для вас, и награда вам, а не нам. Потому что если Элкин будет играть, он может убедить. Я про себя как бы не говорю, я знаю, что я там в самой фопе турнира окажусь. Это, кстати, еще одна причина, по которой мне смысл там делать нечего. Ну, а Элкину, потому что есть вероятность выиграть и отобрать ваши призы. Да, лишить вас шанса. Да, ну зачем так делать? Не, ну, конечно, понимаешь, что тоже Элкин там не самый крутой и так далее есть. И веселей ребята у нас в группе, но тем не менее. Да. Как-то так, я могу только так отойти. Ладно, давай тебе сразу вопрос следующий. Эл, ты говорил, что ты будешь проходить другие игры от других компаний тогда, когда они выпустят нормальные игры. Ну, а как же Assassin's Creed? Ну, это, видимо, Crysis. Ну, ладно. Потому что я читаю с Crysis, и я пытаюсь понять, что это за игра. Ладно. КТА и другие игры. Отвечаю. Ассасина я играл. По-моему, второго и первого. У меня на канале... Они спрашивают, кто ты играл, ли ты. Тебе спрашивают, будешь ли ты записи делать. Почему ты их не делаешь? Я в них играл, и у меня были записи, но я не посчитал, что Assassin's Creed достоин моего дальнейшего внимания и прохождения. Потому что... Или тот же какой еще? GTA 5. Я в GTA люблю играть, но там доводить город 6 звездочек и убегать. А какие еще есть нормальные игры? Ну, вот что сейчас вышло? Какие вот? Need for Speed? Нет. Call of Duty? Есть. Battlefield? Овно. Инди-разработчиков я не играю, потому что они в основном страшилки делают. Что? Что? На этом посоветуйте, когда вы задаете такие вопросы. Забадди, афайзик. Забадди, афайзик. Я не такой... Я не люблю нарисованную кровь. Мне нужно реалистичность. Пип, ты рип. Кто? Сам ты гриб. Вот, Элкин у нас глухой, но это нормально. Ладно, следующий вопрос. Эл. Удивительно, но а где ты сейчас живешь? Да напишут вам в комментариях. И поверьте, тот, кто напишет, это будет правда. Да, а вдруг тебе напишут, что ты живешь в Казахстане какой-нибудь. Или, там, не знаю... Ну, пусть люди живут. Или еще где-нибудь там в Владивостоке, Владикавказе, какому-нибудь, там, не знаю, Америке там напишут. Или во Франции, например, или в Англии, или в Италии. И что? Кто будет прав? Кто будет прав? Ну, за кого проголосуют? Ладно. Привет, Эл. Смотрел все серии Старкрафта, два зазергов и людей. Впечатляет. Хотел попросить игру Call of Juarez Gunslinger и узнать твое мнение о ней. Вот я бы еще играл в эту игру. Я бы тебе все высказал. Я, в принципе, играл в серию Call of Juarez. Могу высказать свое мнение, если я не против. Нет, я всеми руками за. Мнение мое таково, что первые две части были отличные. То, что они сделали, по-моему, третью часть, она, мягко говоря, неполная. А Gunslinger, они попытались, по-моему, исправиться, но у них тоже не особо это, на мой взгляд, получилось. Вот. Как-то так. Запятнали они репутацию свою, да? Да. Эл, будешь ли ты продолжать стримить Старкрафт 2 с прочнистом? Буду. Если да, то в какие дни будут проходить эти стримы и как часто? Проходить они будут исключительно по будням, вечером, но здесь есть загвоздка, что у прочниста нету определенного графика, когда он учится в своем универе. Поэтому лучший вариант для вас, это подписаться на канал, включить уведомления по имейлу и ждать. И постоянно находиться у этого имейла. Не, ну почему? В основном это будние дни после шести вечера, по московскому времени. Там шесть, семь, восемь на крайняк уже. И все. Если в это время не пришло ничего, значит, не будет никакого стрима. Ну тогда следующий вопрос, он тебе очень понравится. Эл, не думал ли ты о том, чтобы стримить доту с прочнистом? Да, понимаете, мы там очень жестко материмся, когда мы с ним играем. И я не хочу показывать весь свой характер. Там же очень трудно, когда там мид тащишь или какой-нибудь краб в команде в нашей. Приходится... Профи, 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 профи нашелся. Так. Не, люди раскусили, что я в доту с прочнистом там, да, всю ночь напролет играю. Потому что это заметно по моему стилю в StarCraft. Нет, пока мы не наладим свою речь, мы не будем... Тогда еще один вопрос. Эл, а не задумывался ли ты о том, чтобы играть с десертиром в ArcheAge? Да, вот после этого подкаста у нас будет совместный стрим. На новом канале. Да. Ну, у кого на новом, а у кого, собственно, на старом. А. Давай, хватит уже мне вопроса тебе, вон, от Егорки вопрос. Почему нельзя спамить? Это вот с человека. Да. Почему нельзя спамить? Ну, просто потому что это, во-первых, не имеет смысла. Во-вторых, мы не успеваем читать. Если вы одно и то же будете писать, мы вас, как бы, конечно, заметим. И забаним. Навряд ли у нас будет хорошее впечатление о человеке, который закрывает чат своими сообщениями. Да. Дес, есть ли у тебя машина, ну или хотя бы права? Права есть, машины сейчас нет, и смысла особого не вижу. Велик зато есть. Так, теперь теперь вопрос. Эл, думал ли ты о том, чтобы забросить YouTube и кинуть нас всех? Нет, я не такой человек. Вот когда мне исполнится 100 лет, я точно завяжусь Ютилом. Чёрт, а я думал, мы с тобой ещё на 101-м будем старик там гонять, 7-й. Ну, если компания Blizzard не будет поглощена самим Диаблой. Самим Близзардом? Да. Если они там 100% донат не включат. Ладно. Следующий вопрос. И спрошу обоих, что лучше, кетчуп или майонез? Горчица. Ну или горчица. Вот, окей. Почему, это вопрос к тебе, почему на твоём канале ссылка на меня есть, а на Прочниста нету? Ну, наверное, потому что я с ним, по сути, почти не играю. К сожалению, наверное. Ну и, кстати, с Ником сейчас стали как-то мало играть. Ну, как-то так. Да. А вот здесь есть такой странный вопрос, написан... Ну, давай я тебе всё-таки как-то, у тебя их больше, по-моему. Не, у тебя их вообще мало. Вот я о том и говорю, что... Примерно растянуть, чтобы не тебя там потом дарабанить. Эл, помнишь мой вопрос? Чья армия лучше, Сара или Артаса? О, боже мой! Я этот вопрос повторяю, раз уж ты... Выпустил видео про Херувис в сторону. В общем, я понимаю, что они, типа, на одной стороне, но всё равно. Как ты думаешь? Вдруг у них возникнет конфликт? Задайте этот вопрос Близзардам. Ё-моё. Там у них открытая стена. Пусть там кто-нибудь ответь. Ё-моё, а почему ты на ладеры 3х3 не берёшь подписчиков? И чем тебя разочаровали Близзарды? И ещё почему ты с Дезом не стримишь? Вот. И есть ли у тебя модель Apple, iPad, iPhone, iPod? Давай я с конца начну, а то я забуду. Айфон есть. Если чё подскажу. Да, есть iPhone 5s с пальцем. Всё, подсказывай. Я не стримлю с тобой, потому что у нас пауза и время не совпадает по субботе и воскресенье, поэтому приходится Дезу одному. Да, поэтому я это каждый стрим объясняю, но почему-то никто не слушает. Никто не понимает. Нет. Вот объясни вот это как-нибудь более, там, не знаю, развернуто что ли. Ну, смотрите. Суббота и воскресенье, стрим начинается в Чазне. В это время я сплю. Всё. Сейчас Элкин сам себя хорошо с таким летом выставил. Я его там сгараживаю, говорю, у нас с ним выходы в разные времена, говорю. Он в пятницу и четверг на выходных, а он, оказывается, спит засранец. Да, порой я сплю, а порой я проснусь в девять. И смотаю куда-то из дома и такой, о, чёрт, а же должен быть стрим, а я не могу телепортироваться домой. Не забрело ещё человечество. Почему ты в 3 на 3 подпи... Фу, блин, ну, в общем, ты понял, подписчиков не имеешь. Потому что, когда мы стримим 3 на 3, у нас появляется ник, и он заменяет вас подписчика. А в 4 на 4. А мы в него не играем. А в 5 на 5. Такого режима ещё не вели, блин. А в 6 на 5. И его тоже не ведут. Эл, почему ты в StarCraft 2 не зовёшь подписчиков играть, ты сам играешь с Прочнистым и Ником? Потому что с Ником и Прочнистым играю, чтобы развлечь вас в будние дни после тяжёлого рабочего дня. А игры со зрителями у нас в субботу-воскресенье. Почему ты с Дезом 1 на 1 не играл? Мы играли. Это было во сне. Ну, да, я даже до сих пор помню, как мы с тобой что-то играли. Что-то ты там говорил, там, а-ля, строй всё, что хочешь. Мы что-то с тобой строили, что-то туда-сюда, там добывали минералы на карте. Потом в итоге всеклись армиями шарики против имморталов. Помнишь? Было, было. Что-то такое. Я уж, правда, не помню. По-моему, я тебя вынес тогда. Вот. И после этого я себе дал обещание. Больше против шариков не играть. Да. А вот. Вопрос следующий от этого же человека и ещё один. А ты есть в скайпе? Нет, как же мы общаемся с дезертиром? И, Эл, ты куда исчез? Ты с Дезом не стримишь? Как ты с прочнистом подружился и как с ником? Сообщество сводит людей и делает добрее. Всё через сообщество мы познакомились и... Ихняя рамочка. Алмаза мастера меня просто это... Покорил. Да, покорила. Я думаю, а почему бы с ними... Она перевернула весь мой мир. Да, о Старкрафте. Да. Я-то думал, за счёт ихнего опыта и умения я попаду тоже в грандмастера. Я сказал, правда. Да. В общем, вступайте в сообщество, общайтесь. И вы станете грандмастера. Да, заводите друзей там, и всё у вас будет хорошо. Так. Дез, давай уже всё-таки тебе будем задавать вопросы. Тут есть пользователь с таким же неком, как у тебя, и он спрашивает, кто это Дезу подменяет. Вот как это понять? Не знаю. Я не могу дать на это ответ. Я в шоке сам. Наверное, меня подменяет Доги. Это единственная точка, которую я могу дать. Он меня даппает, подменяет, сидит в чате за меня, отвечает людям. Окей. Банит у меня всех. Правильно. Будем ли мы с тобой в Red Alert проходить и компанию, или рубиться по сети? А, ну, если ты будешь, если у тебя он есть, ну, в принципе, можно. Почему? Почему бы нет? Ты как-то... А Red Alert, это в смысле, имеется в виду старый, или какой-то новый вышел? Ну, вообще-то не так... Ну, как не так давно, там, вышел, да. Было дело. Окей. Всё, Элкин в шоке. Ладно, Эл, привет. Дай, плюс, ссылку на канал, прочнись. Ребята, я даже за Элкина могу ответить вам в комментарии. Под этим видео, я думаю, ответят не раз. Навтыкают в ссылок. Навтыкают в ссылок, да. А вот. Следующий вопрос. Привет, Эл. Играл ли ты в The Lost Vikings? Это очень давняя игра от Blizzard. Если не играл, то скажу, что она про викингов. Удивительно, я из названия не догадался бы. И можно у тебя попросить, чтобы ты поиграл за них, если они есть в Heroes of the Storm. И, соответственно, как-то вот так вот. Ты дальше от него ещё есть, так что давай пока ответь на это. Играл в эту игру. Она даже на сайте самого Близзарда есть. Где-то очень, очень где-то далеко спрятана, но она есть. Эти викинги там пиксели бегают. Даже пасхалочка есть в StarCraft. Ну, как пасхалка, не пасхалка, а то, что вот... Мод в автомате, да, в автомате, да. Вот. А в самих героев в Heroes of the Storm викингов нету. Не знаю, будут ли они водить их или нет. Всё, я ответил. Да, и следующее. От него же захотелось ли тебе поиграть в доту после Heroes of the Storm? Нет, ты чё. Близзарды цветы, там после них любая игра кажется шедевром. Давай. Диэс, плиз, очень хочется, чтобы ты выложил, как ты играешь в Hearthstone. Тебя умоляет просто человек. Ну, я, честно говоря, в него как-то... Знаете, когда у меня его не было, я в него рвался. Потом я дорвался, чуть-чуть поиграл и всё. Ну, запиши хотя бы один выпуск, а вот всё у тебя попрёт. Ну, попробуй, не знаю, посмотрим. Вот. Эл. Ну, нет, нет. Теперь Близзарды окончательно всё закрыли тебе, да? Нет, они мне только страйк влепили и всё. Я не могу только стримить, всё остальное я могу делать. Вот. Я смотрю, Близзарды спалили видео Hard Heroes of the Farm. Хорошо, что успел скачать. Да, кто хочет посмотреть все выпуски, которые я удалил, они в нашей группе ВКонтакте есть. Да, я их тут благополучно успел залить. Правда, по-моему, не все, там один вроде какой-то не это... Не долился. Да. Окей. Диэс, будешь ли ты брать в игры игрока Егорка, кроме Nexus War, и он просит прощения, что заходил в игры без приглашения? Это уже ваши внутренние разборки. Да, почему нет? Не, я просто к чему ещё раз могу в подкасте как бы повторить, если людям это, конечно, интересно. Есть определённые правила, которые мы уже ссылки придумали давно. Те, кто спамят чать, либо прыгают сами к нам, либо там, не знаю... Ещё как-то умничают. Да, там матом ругаются, там, или ещё что-то. Мы таких людей стараемся игнорировать, чтобы не допускать каких-то определённых эксцессов, так сказать. Под словом «игнорировать» имеется в виду бан. Ну, не всегда. Я могу просто игнорировать в плане не замечать этих людей и не приглашать их на стримы. Вот. Ну, я как-то более лоялен, видимо, в этом плане, чем Элкин. Элкин сразу банит. Вот. Но, тем не менее, просто старайтесь, ребят, не... Ну, как-то не выделяться, а сказали разок пригласить. Да, мы вас заметим. Чем меньше комментариев от вас, тем проще нам вас же будет найти. И всё. Это серьёзно. Не думайте, что мы не увидим там 200 ваших комментариев. Мы увидим, но нас это больше раздражать будет, нежели наоборот. Вот. Поэтому вот так вот. Просто написали там, я там не был. Я говорю, хорошо, раз пригласил. Ну, вот как я на последних стримах сейчас делаю, у меня там вроде более или менее сейчас тихо устаканилось по выходным. Вроде нормально в целом. Да, то есть никто там уже не орёт. Так что, вроде нормально. Окей, круто. Как хорошо. Ну, теперь тебе. Вы будете делать клан или сообщество в Д3? Будем. Как только выйдет, сразу сделаем. И все, кто как захотят, так и будут входить, как и в Старкрафте. Я надеюсь, что сообщество там будет более эффективным, что там можно будет играть на пару или ещё что-нибудь. В общем, чтобы там какие-то плюшки были от него, а не просто аляят здесь. Ну да. Ну, могу ещё от себя добавить вопрос, да, там, будем ли мы делать Келкину клан в Арчейджи, если ему понравится эта игра, соответственно. Окей. Ну, после стрима всё решится. Ну, ты вот как-то, в принципе, так вот. Да, нет. Ну, поиграю и сделаем, ё-моё. А это какое? Поиграю и сделаю. Ну, я могу пока только мнение не сказать, в принципе. По мне это чем-то напоминает Вовку, только, знаете, такая смесь Вовки с линейкой, и получилось нечто интересное такое, доброе. Окей. Видите, как дезертиры животных любят. Да, не, я нормально как-то. Особенно здесь кошаки есть, у Элкина тоже кошак есть, так что всё как-то, оно взаимосвязано, видите, как получается. Всем по кошаку, блядь. Всем по кошаку, блядь. И собаки. Эл и Дез, как вы сделали автоматический вход в Старккрафт? Давай. Мы скачали бета-версию предлагаемого лаунчера на... Как он называется-то? На все игры Blizzard, Battle.net. На все игры Blizzard, да, Battle.net. Вот, и с помощью него мы автоматически входим в любую игру сразу. Да, с выходом D3 Reaper of the Soul, там это уже будет автоматически въедаться, так что... Да, ну вам недолго осталось ждать, если... Как бы, лень куда-то залезать скачивать, а так просто поищите на официальном сайте. Так, всё это есть. Вот, почему удалили геро... Так, это я читал, и... Эл, у меня к тебе есть вопрос. Давай. Я купил лицензию Старкрафт 2, Крылья Свободы. Попробовал поиграть в сетевую игру, но почему-то уровни встали на шестом у всех раз, а мой уровень встал на четырнадцатом. И пропали все иконки, которые я открыл в стартовой версии. Почему я должен... Точнее, почему. Должен ли я покупать дополнение? Объясни, пожалуйста. У меня первый вопрос. У всех героев был по шестой максимальный уровень. Но почему-то четырнадцатый. Ну почему-то по четырнадцатой. Как-то с математикой человек, наверное, не дружит. Хорошо, но это не важно. Второй вопрос, типа... Тарас, у тебя стартовая версия была. А если ты ее обновил до Крылья Свободы, соответственно, если ты хочешь... Он изначально купил Крылья сразу же. А, но если ты Крылья купил изначально, и тогда тебе просто дали попробовать Сердце Роя. Поэтому тебе повысили только максимальных всех раз до шестого уровня. Хочешь ты дальше прокачиваться до стопятого уровня, покупай Сердечко и будешь радоваться дальнейшим плюшкам. Вот так вот. Вот такая вот фигня. Десаелл, почему много стримов и мало по и кастов? Ну, видимо, подкастов. Да. Ну, вот вам, во-первых, еще один подкаст. Да, и... Собственно, почему мало? Ну, наверное, по той причине, что мы их пишем только тогда, когда набирается определенное количество вопросов. То есть, соответственно, частота выхода подкастов зависит в большинстве от вас самих. То есть, как только вы набираете определенное количество вопросов, мы выпускаем вам ответы. Какие-то другие подкасты. Ну, есть в планах у нас выпустить, в принципе, скоро подкаст один небольшой. Вот, еще помимо вопросов и ответов. Но пока нет, как-то будет. Ну, пусть пока останется страшный тайм. Окей. А вот. Так что, в принципе, если по вопросам и ответам, то зависят подкасты от вас. Если по каким-то другим тематикам... Ну, кстати, вы можете, в принципе, нам даже предложить, если у вас такое желание есть, что-то узнать, чтобы мы взяли и обсудили. Например, там, что у нас происходит на Майдане сейчас, да? Правильно ли... Себя ведут люди, да. А вот. Так что, в принципе, все зависит от вас. Если есть какое-то желание, чтобы мы что-то, какую-то вещь там обсудили, пожалуйста, это тоже предлагайте без проблем. Может, если нам тема понравится, мы ее возьмем в подкаст и обсудим. Вот. Так что, так. Все легко и просто. Все? Вопросы исчерпались на твоем канале? На твоем тоже. Я думаю, ты все сказал насчет дальнейших будущих подкастов. Больше нам нечего добавить и сказать. До свидания. Единственное, повторимся о том, что у Элкина появился новый канал. Ссылка на нем... На него, точнее, будет в начале и вот сейчас, наверное. А вот. В любом случае, всем вам спасибо за то, что вы нас смотрите, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы приходите на наши стримы. И надеемся, что они вам нравятся. Про пиарю немножко свои стримы сейчас, да, и ты можешь свои. То, что у нас будет порча и жу. В ближайшее время стрим с Элкином. Когда точно именно с ним, я не скажу. Это будет от него зависеть. Когда ты, в принципе, сможешь с пятницы по субб... Точнее, по воскресеньям. Ты когда сможешь, в принципе? Ну, думаю, в пятницу сделаем. Вот. Вот, возможно, в пятницу в 11 по Москве будет стрим от нас с ним в WarChange. Вот. Ну, на этом все, в принципе. Смотрите, если вам нравятся стримы, наши видео и прочее. Всем на канал Элкины, на канал ко мне, на канал к прочнисту, кому интересно, или к Нику. Всем удачи. Спасибо. Пока-пока. Пока.